Для поддержки сельскохозяйства из государственного бюджета ежегодно выделяются немалые средства. Однако эффективность их использования недостаточно высока, о чем свидетельствует высокая доля импорта по некоторым видам продуктов питания. Вместе с тем, на сегодня не ощущается существенного влияния мер государственной поддержки и на повышение производительности труда в отрасли, на что нацеливает нас глава государства. Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости дальнейшем оптимального сочетания мер господдержки развития на крупных, так и малых форм хозяйствования. Развитие малых форм хозяйствования позволит создать предпосылки для увеличения объема производства, повышения уровня жизни и обеспечения занятости сельского населения. Пути решения ряда проблем отрасли нашли свое отражение в утвержденной правительством февраля текущего года долгосрочной программе развития агробизнеса 2020. Предусмотренные программе меры по инвестиционному субсидированию затрат фермерских хозяйств считаю своевременными. Такие меры, как субсидирование процентной ставки по кредитам и лизингу, позволят средним и мелким фермерам решить системную проблему доступности кредитных средств. В то же время, на наш взгляд, программу следует дополнить мерами по развитию сельскохозяйственного машиностроения, так как на сегодня 99% имеющихся сельхозтехники и импортного производства. Малогабаритная техника и навесное оборудование должна быть доступна по цене именно для фермерских хозяйств, имеющихся небольшие наделы земли. Это в основном в Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамурских областях, где сконцентрировано свыше 100 тысяч крестьянских фермерских хозяйств. Уважаемый Сергей Владимирович, как известно, главой государства в послании народу Казахстана от января 2012 года социально-экономическая модернизация, главный вектор развития Казахстана, а также на расширенном заседании правительства января 2013 года поручено создать единый зерновой холдник. Его создание необходимо для повышения заинтересованности мелких хозяйств к объединению и проведения единой политики по реализации зерновой продукции на мировом рынке. Поэтому предполагается внедрение новой модели взаимоотношения, основанной на добровольном и равноправном объединении участников зернового рынка с сохранением их юридической и хозяйственной самостоятельности. Нами совместно с правительством проводится большая работа по созданию единого зернового холдинга. Так, 21 июня текущего года мы заключили с продкорпорацией договор о совместной деятельности в рамках единого зернового холдинга, что является основой для начала деятельности холдинга. В целях расширения круга участников нами проводится широкомасштабная информационно-разъяснительная работа среди зернового товаропроизводителей. В целом, создание такой организации – это не только большое достижение наших товаропроизводителей, фермеров, но и большая ответственность. Мы готовы и сотрудничать, и брать на себя эту ответственность. Уважаемый Сергей Рометов, сегодня всем ясно, что в текущем году ожидается большой урожай. В этой связи могут возникнуть проблемы с недостаточной емкостью элеваторов, как в 2011 году, когда по этой причине было много потерь. Надо взвесить сопоставимый затрат на перемещение зерна из элеваторов северных областей в другие регионы с возможными потерями зерна на корню и принять соответствующее решение. Кроме того, в целях эффективного влияния на ценовой расклад мы просим правительства заблаговременно предусмотреть возможность выделения финансовых средств для стабилизации на зерновом рынке. В ходе прошедших совещаний в основных зерносеющих регионах страны сельхозтоваропроизведителями выражалась обеспокоенность и большая тревога касательно непростой обстановки, складывающейся в преддверии уборочной кампании. В связи с чем они предлагали создать республиканский штаб по успешному проведению уборки урожая текущего года, который будет наделен полномочиями по оперетенному решению возникающих проблем. В состав штаба надо бы включить представителей в Генеральную прокуратуру, которые бы контролировали соблюдение закона о зерне, так как в 2011 году частные элеваторы в нарушении норм закона в первую очередь принимали зерно своих акционеров. Выражаю уверенность, что эти и другие меры, предусмотренные программой «Агробизнеса-2020», обеспечат дальнейшее развитие агропромышленного комплекса страны. Спасибо.